всем привет решил такой обзорчик сделать на камерку сейчас приемник отключу секунда и так камерка panasonic hc x920 с вайфаем с гибридным стабилизатором там я уже камерку достал сейчас покажу что в коробке думаю ничем вас не удивлю особо и и содержимым диски если они кому-то еще нужны гарантия на два года тут лежит сама камера блок питания который заряжает и аккумулятор который на камере подключен и также он питание для камеры осуществляет это кабель к нему это батарея по батарейке сейчас мы еще поговорим отдельно такие разъемчики для подключения для снятия информации я уже подключал все быстро не тупит компьютер сразу находит камеру так еще у нас осталось это hdmi кабель к телевизору я не подключал еще ну это обычный кабель это крепление это можно крепить дополнительную вспышку на камеру это крепежек но там сбоку цепляется красиво компактно так ну и тюльпанчики у кого нет hdmi входа обычно все тут пусто ну такой вот так по аккумулятору аккумулятор аккумулятор заявлено что он работает час на ней ну не знаю сейчас я поближе сделаю и так вот значит он 1250 миллиампер часов модеин китай странно конечно сама камерка сделана сама камерка сделана в японии а батарея сделана в китае кто захочет детальнее посмотреть они на этой камере заходите где-нибудь на ком-нибудь ю тубе обзор на сайте где будете покупать скажу что в ней четыре три матрицы гибридная система стабилизации вай фай не знаю насколько он нужен этот вай фай ну вчера я подключал свою meizu кстати я снимаю на телефон meizu м2 ноты я вчера подключил да как пульт работает то есть все что снимает камера передается изображение на смартфон приблизить удалить начать съемку фотографию вот но при этом идет такой фон не очень приятный когда находишься с в одной комнате с камерой из смартфоном когда выходишь другую комнату вроде фона этого нету в комнате фон жесть в камерке стоит оптика от лейки ну такой вот я еще поставил сюда вот это колечко сейчас секунда так вот она выглядит без этой из этого кольца простое кольцо без стекла без ничего мне что удобно она так ничего не дает мы на качество съемки на не влиять вот так меньше вот видео всяких объектов касается к стеклу к линзам чтобы не было ни царапин не дай бог никаких там отпечатков и так можно поставить и ты знаешь что к стеклу все равно ничего не достанет но так вот монитор вниз вперед для селфи слаживается все как стандартных камерках здесь включение вот сейчас я поставлю так удобно получается поставить удобно ладно питание hdmi остальные выходы батарея динамик включение стабилизации здесь так вот качество которое она снимает я специально присоединю к этому видео посмотрите ручная есть вот кольцо ручная стабилизация то есть можно еще добавить довести чтобы четкость была вообще идеально вот такая вот камерка обошлась она мне в 555 долларов ровно попробую поснимаю если понравится оставлю себе если нет возьму что-то более дорогое или же наоборот что-то дешевое вот вай фай мне уже не знаю не хочу за него 150 долларов переплачивать он тут просто для того чтобы вот это вот картиночка присутствовала он есть он работает но как часто вы будете им пользоваться я не знаю да удобно подсматривать возможно за кем-то камеру оставил в комнате соединил смартфон с нею и сам ушел и видишь что происходит можно за ребенком наблюдать то есть как няню использовать ты чем не занимаешься камера стоит на ребенка смотрит а ты пока со смартфоном на кухне там что-то готовишь да это возможно сделать ну мне не для этого мне блоге снимать для вас для себя память не знаю качество я вам покажу так мой телефончик простая мизочку за 150 долларов мезу мезу ноты м2 классно снимает мне нравится вообще ну хорошо вот такой вот обзорчик пойду выкладывать на youtube все смотрите заходите оставляйте ваши отзывы и комментарии